У меня будет очень много шмоток, бесплатных шмоток, идеальная картинка жизни модного инфлюенсера, и у меня нет денег, чтобы покупать так много одежды. О чем же зарабатывает модный инфлюенсер? Блогинг — это работа, и вы должны постить каждый день. Ничего себе, я бы... Всем привет, сегодня я буду держать микрофон вот так, потому что у меня довольно шумно в комнате из-за открытых окон, и этот микрофон не очень хороший, поэтому приходится вот так держать, чтобы был классный звук. И маленький лайфхак уже для блогеров, если вы когда-нибудь снимаете видео, например, в комнате, и у вас в комнате тихо и нет эхо, если комната не слишком большая, то айфон прекрасно улавливает звук, поэтому обычно я даже не использую микрофон. Но сейчас вот так. И сегодня я хочу поговорить с вами о работе модным инфлюенсером, потому что, во-первых, да, это именно работа, во-вторых, я и сама обычно говорю блогер, 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 но недавно я послушала вебинар Марии, оставлю вот здесь вот ссылку по той причине, что я не буду вам пересказывать, что она говорила на вебинаре, но она открыла мне глаза. Знаете, тот случай, когда ты все знаешь, но тебе нужен взгляд со стороны, чтобы сказать, а, действительно. Так вот, блогеры уже сейчас, слово блогер, это недостаточно, все равно можно сказать журналист. Какой журналист? Фотожурналист, который пишет тексты, который печатает в газете, который выступает на телевизоре, это все очень разные вещи. И вот в блогинге сейчас действительно уже происходит то же самое. Очень много подвидов, которые появляются, появляются, меняются, и люди не понимают, что же это значит. Следующий важный пункт. Я пока еще не считаю себя модным инфлюенсером, я считаю себя пока что просто блогером, но моя цель стать модным инфлюенсером, поэтому я изучила много информации на эту тему, и сейчас уже выполняю конкретные шаги. Именно этим я и хочу с вами поделиться, потому что мой любимый способ делиться всегда был это процесс. Никогда я такая уже крутая, и у меня миллион подписчиков, и я пытаюсь вам рассказать, как сделать это с нуля, потому что такой опыт, он уже становится нерелевантен. Я всегда делюсь по ходу, поэтому усаживайтесь поудобнее, и поехали. Самое важное, что вам нужно понять. Инфлюенсер, слово инфлюенс, это значит влияние, поэтому вы должны влиять на определенную группу людей. И вот это очень многие не понимают. Неважно, сколько у вас подписчиков, но если у вас не вовлеченная аудитория на тему моды, вы не можете быть фэшн инфлюенсером. Если у вас не вовлеченные подписчики в целом, вы не можете быть инфлюенсером ни в какой теме. Например, я считаю, что некоторое время назад я была инфлюенсером, в принципе, я и сейчас являюсь, но я не так много об этом говорю. У меня есть некоторый авторитет, как у человека, который разбирается в фэшн-бизнесе в плане бренда одежды. И ряд видео на моем канале говорит о том, как открыть свой бренд одежды. И так как у меня есть определенный опыт, образование, и эти видео набирали много просмотров, некоторая небольшая группа людей прислушивалась к моему мнению. Они брали у меня консультации, и для них было действительно важно то, что я скажу именно по этой теме. В этом и суть инфлюенсинга. То есть сейчас у меня, например, в Инстаграме 12 тысяч подписчиков. У меня довольно вовлеченная аудитория. Но эта аудитория набиралась годами, и очень маленький процент этой аудитории интересуется модой. И вот когда люди начнут у меня постоянно спрашивать, ух ты, а где ты купила эту сумку, а где ты купила это платье, это значит, что я стала модным инфлюенсером, потому что я влияю на мнение людей в плане моды. Но когда у вас очень маленький процент людей, которые интересуются модой, вы не инфлюенсер. Можно быть инфлюенсером, и я, боже, я тысячу раз сказала это слово, и скажу, наверное, еще тысячу в этом видео, но действительно суть в том, что можно быть инфлюенсером в любой сфере, но к вам должны прислушиваться. Это звучит очень банально, но я уверена, что еще не все из вас все равно поняли, о чем я говорю. Поэтому для примера давайте, на чем же зарабатывает модный инфлюенсер? На рекламе. Это не контент-криэйтор, который делает фотки и продает их брендом, то есть работает как фотограф. Это человек, который зарабатывает на рекламе. И чтобы зарабатывать на рекламе, давайте будем честными. Опять же, люди должны к вам прислушиваться. Если я сейчас выложу рекламу какого-то модного бренда европейского, в этом будет ноль пользы для бренда. Ну ладно, может быть не ноль, но очень-очень маленькая польза, потому что все еще большая часть моих подписчиков находится в России, и далеко не все мои подписчики интересуются модой, а, допустим, в Россию вообще нельзя заказать одежду этого бренда. Значит, это бесполезно. То есть вы должны себя спрашивать о том, как я могу быть полезен бренду. Почему бренд должен брать у меня рекламу? Если вы чувствуете, что да, сейчас вы выложите классное видео в туфлях некоторого бренда, и вам реально напишут некоторые люди, или просто перейдут по ссылке и заинтересуются, это значит, что вы являетесь инфлюенсером, потому что люди прислушиваются к вашему мнению. Сказала тысячу раз. Надеюсь, что вы поняли. Еще раз повторюсь, что есть блогеры, которые зарабатывают на других вещах, которые делают фотографии для других брендов, которые продают свои консультации и свое обучение, и это другое. Инфлюенсер – это тот, кто зарабатывает на рекламе. То есть идеальная картинка жизни модного инфлюенсера, когда бренды присылают вам одежду и платят за рекламу этой одежды. Вначале они, возможно, будут предоставлять вам бартер, то есть вашей оплатой будет являться, опять же, эта самая одежда. Нужно ли иметь много денег, чтобы стать модным инфлюенсером, потому что вам постоянно нужно снимать ваши образы, или, например, вы можете быть бьюти-инфлюенсером, это тогда косметика, и все это нужно покупать. Скажу, что так. Если у вас не очень большой бюджет, вы все еще можете развиваться в этой сфере, но это не будет легко, и вам придется очень много работать. И я хочу донести до всех, что блогинг – это работа. Это не баловство. И сейчас мы поговорим про самую-самую большую ошибку, которую допускают все начинающие блогеры, неважно вообще в какой сфере. А пока хочу вам напомнить, что я структурирую все, что я сейчас говорю, в виде конспекта и выложу это в мой телеграм-канал. Вообще там каждую неделю выходят всякие полезные посты, обсуждения, и я даю очень много полезной информации, поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Прямо сейчас поставьте видео на паузу и просто загуглите блогинг «Селесон» или перейдите по ссылке под этим видео, обязательно подпишитесь. Не только ради конспекта, хотя он вам поможет, потому что это будет, по сути, пошаговый план к действиям после этого видео, но также, чтобы получать остальные классные новости. И давайте расскажу вам про первые шаги, и один из этих шагов как раз-таки будет той самой большой ошибкой, которую допускают практически все. И первое, что вам нужно сделать, боже, я шла к этому так долго, вы себе не представляете. Первое – это разрешить себе, сказать себе, что да, я хочу быть модным инфлюенсером, да, я хочу, чтобы мне прислали сумки, шмотки, у меня будет очень много шмоток, бесплатных шмоток, и я буду называть себя фэшн инфлюенсером, и бренды будут платить мне за то, что я просто фоткаюсь с этой сумкой. Это звучит как сказка, но для этого нужно проделать огромное количество работы, но тем не менее, для меня многие годы эта картинка казалась настолько идеальной, что я говорила себе, нет, ну какой я инфлюенсер, да и у меня нет денег, чтобы покупать так много одежды, да и я и не хочу, чтобы у меня было слишком много одежды, вон я все время переезжаю, путешествую, и в общем я развивалась во всех других направлениях, вместо того, чтобы развиваться в этом направлении. Если бы я начала это делать, не знаю, когда я начала свой блог, 5 лет назад, а я всегда интересовалась модой и по образованию ее дизайнер одежды, так вот если бы я это делала тысячу лет назад, я бы сейчас, конечно, была бы уже вон там. Но везде свои плюсы, зато сейчас я могу вам рассказать о своем пути. Итак, еще раз признаться себе и сказать, да, я этого хочу, моя цель быть модным инфлюенсером. И fake it till you make it, это обожаю эту фразу, притворяйся, пока ты действительно этого не сделаешь. Написать у себя в аккаунте, что вы фэшн-инфлюенсер, ну или хотя бы там фэшн-блогер или контент-криатор, неважно, но лучше написать сразу, что вы фэшн-инфлюенсер. И дальше вам нужно просто сказать, окей, я это написала, как я могу соответствовать этому позиционированию. Конечно, то, что всегда все избегают, но то, что необходимо в бизнесе, и в том числе в блогинге, и в любом своем деле, это вам нужно изучить конкурентов. Вы смотрите других фэшн-инфлюенсеров, неважно в России или за рубежом, где вы хотите или везде, и смотрите, как они ведут свои страницы. Первое, что я заметила, когда я стала думать в эту сторону, я поняла, что любой человек, который представляется как фэшн-инфлюенсер, заходя на его страницу в Инстаграм, вы в каждом посте видите либо одежду, либо какие-то аксессуары. Как правило, фэшн-инфлюенсеры не постят красивые виды, чашечки кофе и так далее, и тому подобное, потому что каждый пост должен соответствовать и визуально, и по смыслу теме вашего блога, если вы действительно хотите расти и развиваться. Это то, что вы 100% увидите, но также вам нужно посмотреть на других людей, чтобы понять, какие типы контента они постят, взять какие-то идеи, не значит в точности повторить, но хотя бы понять. Потому что вот если мы говорим про фэшн-видео, то на самом деле есть определенные виды этих видео. Есть то, что я называю одевашками, когда вы одеваетесь и снимаете процесс, то, что я сейчас много снимаю, потому что для меня это просто и комфортно, мне нравится это снимать, и это не требует от меня слишком больших усилий, что важно. Есть фит-чеки, очень популярная в Европе история, в Тик-Токе популярная история, когда девочка просто не одевает, а просто показывает уже готовый аутфит, например, где-то на улице, показывает детали. Также это может быть стрит-стайл, это снятое, опять же, на улице видео, где девушка может совершать какие-то действия, пить кофе, я не знаю, красить губы, перебегать улицу, но чем больше вы проявите фантазию, тем, конечно, это будет круче выглядеть. Есть блогерши, я не очень ее люблю, я на нее не подписана, но в том плане, что это не мой стиль, опять же, да, вы должны понимать, что ваш стиль, но которая снимает, я постараюсь вам найти, оставить здесь ссылку, чтобы вы помните, которая снимает, у нее очень мощный монтаж, то есть там под каждое видео человек конкретно заморачивается, но это ее узнаваемость, это ее фишка, и она тоже таким образом снимает луки, платья, и, конечно же, к ней идет очень много брендов на сотрудничество. В общем, вам нужно выбрать стиль, в котором вы хотели бы постить, и для чего у вас есть сейчас возможность. Если вы, например, понимаете, что вы живете в таком городе, где стрит-стайл будет выглядеть не очень, значит снимайте дома. Если, наоборот, вы понимаете, что квартира у вас не очень фотогеничная, и вам не нравится, как это выглядит, хотя, в принципе, найти и создать уголок для вертикального видео не очень сложно, может быть, вы живете при этом в красивом городе, снимайте стрит-стайлы, то есть найдите то, что вам снимать комфортно, и начинайте снимать с тем, что у вас есть. Еще про деньги, да, то, что нужна одежда. Это вроде бы просто, но не все готовы, да, нужно просто сказать, окей, мне нужна одежда, чтобы снимать видео, что я могу сделать. Дешевые какие-то сайты, сейчас на Wildberries очень много всего, и какие-то аксессуары не видны на видео, дорогие они или дешевые. Вы можете брать какую-то одежду и обувь и подруг, причем это не обязательно должен быть прям идеальный ваш размер, на фото никто не увидит, да, если вы там закололи где-то кофточку, или надели туфли на два размера больше, ну туфли, наверное, увидят, но сапоги не увидят. И, что на самом деле очень многие стилисты и фэшн инфлюенсеры делали в начале своей карьеры, я так не делала, потому что для этого слишком лениво, идете в магазин, покупаете, фоткаете, возвращаете с бирочками, все аккуратно, но, конечно, этим не стоит заупотреблять, нужно проверять заранее политику магазина, готов ли он принимать возвраты, и, безусловно, вы должны быть аккуратными, ни в коем случае не стоит паразитировать на магазинах. Конечно же, вам нужно определиться с тем, в каком стиле вы хотите снимать, в плане ценовой политики. Если вы хотите в дальнейшем, например, работать с какими-то дорогими брендами, то вам нужно стараться снимать более дорогой контент. Что значит дорогой контент? Ну, не снимаем распаковки с Wildberries, типа, как найти самую дешевую кофту на Wildberries, а все-таки, если вы даже купили эту кофту на Wildberries, но она выглядит круто, не нужно кричать на важном углу, что это кофта с Wildberries. Если вы понимаете, что на видео она выглядит круто, это прекрасно, но просто не нужно раскрывать все свои карты. То есть вы должны понять, какой образ вы хотели бы создать, и проще всего это понять, решив, с какими брендами в дальнейшем в вашем идеальном мире вы бы хотели работать. И вот сейчас самая-самая большая ошибка, точнее две большие ошибки вместе, это вы должны оформить свою страницу в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, но на Инстаграме проще всего объяснить, потому что с остальными соцсетями проще, потому что в Инстаграме у вас есть и закрепленные сторис, и шапка профиля, и аватарка, и видео. Если мы говорим про ТикТок или Ютуб, да, там тоже есть шапка профиля, но она меньше, и нет закрепленных сторис, но в любом случае, говорю, например, Инстаграма, потому что если вы оформили Инстаграм, вы можете повторить это все, и даже это будет легче и быстрее в других соцсетях. Итак, человек, который заходит на вашу страницу, должен сразу же, в первую же секунду сказать, она про моду. Если он не может этого сказать, значит, вы что-то сделали не так. Если вы, например, говорите в шапке профиля, я фэшн инфлюенсер, и дальше у вас закрепленные сторис с вашей собакой, и с путешествием, и там ничего нет про моду, а на фотках у вас, как я уже сказала, там круассанчики, чашечки кофе, виды какие-то и что-то еще, вы недостаточно хорошо поработали. Еще раз заходите на страницы других фэшн инфлюенсеров и анализируете. Маленькая сносочка, то, что, конечно, бывает, что очень крупные люди, которых вы находите, блогеры, инфлюенсеры, они уже постят все подряд, но нужно сказать себе, окей, она уже достигла той цифры, например, там 500 тысяч подписчиков, и она может себе уже позволить какие-то послабления. Вы не она, вы еще пока не достигли никакой цифры или не достигли желаемой цифры, если вы смотрите это видео, значит, вы должны сделать так, чтобы каждый, кто заходит на вашу страницу, сразу понимал, о чем вы. Для этого у вас должна быть соответствующая аватарка, соответствующая жирная строка, соответствующая описание, соответствующие закрепленные истории, соответствующие фотографии и соответствующие рилсы. Да, все вместе. И следующее, то же самое, что люди допускают ошибку, когда мы находимся как бы внутри нашего блога, нам кажется, что мы как будто бы часто постим и как будто бы много снимаем, да и вообще, если я буду постить каждый день, мои подписчики выбесятся, кому вообще это надо. Это не так. И люди, как говорит моя подруга, Настя тоже блогер, да, люди-рыбки. Это так и есть. Вам нужно человеку очень много раз напомнить, и он не будет смотреть и рассматривать каждую вашу фото. Некоторые люди не каждый день заходят в Инстаграм, или они просто прористывают ленту, или они не смотрят сториз. И вы должны постить каждый день. Ну, по-хорошему, если вы действительно хотите расти и чего-то добиваться, каждый день либо рилс, либо фотография у вас должна быть. Тогда ваш аккаунт наполнится, и будет действительно выглядеть так, как он должен выглядеть. То есть вы должны очень много работать. И если пока вы не совсем понимаете, какой вы хотите стиль, какие вы хотите делать видео, то, опять же, очень частый постинг вам поможет. Потому что чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы видите ракурсы, тем больше вы понимаете, что собирает хорошие реакции, вы больше понимаете, что вам проще снимать, и что нравится аудитории, что нравится вам, что больше напоминает ваш стиль. И таким образом, методом проб, ошибок и тренировок, вы достигнете более красивого визуала и результата, чем вы будете сидеть и думать, так, ну я не знаю, я не знаю, какой у меня стиль, я не знаю, что снимать, подумаю, я еще неделю, подумаю, еще две недели, не надо так делать, пожалуйста, просто берите и снимайте прямо сейчас. Ну и, пожалуй, последнее, что сегодня мне хотелось бы вам сказать, это что вам придется делать на этой работе. Да, как я уже сказала, это работа, и если вы думаете, что получать в подарок от брендов одежду или аксессуары или косметику и просто это вот так вот сфоткать, это все легко, нет, это не так. Во-первых, вы должны освоить деловое общение с брендами, потому что, чтобы с ними договориться, вы должны уметь продать себя, и про это я поговорю отдельно, может быть, напишу пост в моем телеграмм канале, поэтому еще один повод подписаться. Вы должны вести деловую переписку, и переписки будет много, потому что особенно в начале из 10, 20 или даже 50 брендов только один будет готов вам что-то прислать, к этому нужно привыкнуть. И дальше, когда вы будете на классном уровне, будет наоборот, много брендов будут вам писать, но вы не сможете взять их все, вам придется выбирать что-то подходящее под ваш стиль, опять же, вести деловую переписку, это требует времени и определенных навыков. И дальше, конечно же, вам нужно будет снять контент, потому что даже если это реклама в вашем блоге и все это в вашем стиле, здесь есть определенные дедлайны, потому что я работала с брендами до того, как они ушли из России, я работала больше с бьюти-брендами, и там, например, Ланком присылал мне сыворотку, которую потом я загуглила, и она стоила на тот момент еще давно 12 тысяч рублей. Я такая думаю, ох, ничего себе, я бы, в общем, Джо Малоны мне присылали и так далее. Келс, кстати, с тех пор я вообще про него не знала, про этот бренд особо, но я влюбилась в него после того, как они мне присылали свою продукцию. Вам нужно отснимать для них контент, и для этого вам нужна определенная дисциплинированность. Вы должны придумать креатив, как вы отснимете, вы должны сделать это в хорошем качестве, в определенный день, вы должны это смонтировать, вы должны это предоставить бренду или выложить в ваш аккаунт тогда, когда вы договорились, и это занимает определенное количество времени, это не так легко, как вы думаете. В любом случае нужно будет делать фото, либо вам нужно будет человек, который вам в этом помогает, при этом вы еще будете являться моделью, потому что любой инфлюенсер все показывает на себе, при этом вам нужно вести деловую переписку до тех пор, пока вы наймете, например, помощницу, хотя даже не все их, наверное, нанимают, не знаю, у меня есть помощница, например, которая занимается монтажом, потому что монтаж – это тоже огромный рабочий процесс, на который нужно время и нужны силы, поэтому просто понимайте это, прежде чем вы решите, что да, я буду, у меня все будет вообще волшебно, я буду лежать на диванчике, и мне будут присылать красивые сумочки. Нет. Это же относится, вообще все, что мы сегодня проговорили, относится к любому типу блогинга. Хорошие новости, что когда у вас уже есть какой-то блог на определенную тему, как у меня, вы можете его, как сказать, переформатировать в новую тематику, это будет уже легче, потому что это идет, я думаю, даже из бизнеса, и поэтому я начала так все четко структурировать, потому что блог – это все равно в какой-то степени ваше дело, ваш бизнес, и для любого типа блогинга вам нужно понимать вашу стратегию. Раньше я ненавидела это слово, потом я поняла, что это то, что каждому нужно, и это великолепно, когда у вас есть стратегия. Вам нужно понимать тактику. Да-да, у нас все как на войне. И вы должны осознать, что вам нужно это понимать. И поэтому существует мой телеграм-канал, где я много говорю про это, и я вам очень советую перейти и почитать, потому что если вы в голове у себя по полочкам разложите и начнете предпринимать конкретные шаги, и у вас будет четкое видение того, что вы хотите получить в результате, вы начнете развиваться намного-намного быстрее, чем с кашей в голове. Я вам говорю, это человеку, у которого по поводу блогинга много лет была каша в голове, пока я все это не стала изучать более глубоко. И я планирую вместе с моей подругой Настей, которая больше по визуалу, и она помогает людям создавать контент, то есть еще находится за камерой. И это отдельный тип блогинга, про который мы сегодня не будем говорить, но она очень классно объясняет людям, как делать красивые кадры, то, что тоже, безусловно, вам понадобится, если у вас нет большого опыта делать фото, если вы новичок в этом плане. Мы планируем в октябре сделать маленькое обучение, чтобы закрыть те вопросы, которые нам постоянно задают люди, которые хотят свой блог, в том числе стать фэшн инфлюенсером или развиваться в других типах блогинга. Или, если вы еще не знаете, какой тип блогинга вам хотелось бы освоить, но вы понимаете, что вам нравится это направление, то как раз таки для этого мы создадим буквально трех- или пятидневный мини-курс, поэтому подписывайтесь на этот мой канал, чтобы узнать подробнее про даты. Я думаю, что это будет примерно 14 октября. И опять же, конечно же, я анонсирую все это очень подробно в моем телеграм-канале. Спасибо большое, что вы смотрели это видео. Задавайте ваши вопросы под этим видео. Если они будут краткие, то я отвечу под видео. Если будет много вопросов, и я что-то забыла, не осветила в этом видео, то, конечно же, я сниму еще одно видео. Ну и вообще, в ближайшие месяцы будет несколько интересных видео про блогинг, поэтому подписывайтесь, не пропускайте, и увидимся с вами. Пока-пока.